Всем привет! В одном из своих видео я уже рассказывал, что каждый год проводится международный конкурс головоломок, на котором определяют лучшую головоломку этого года. Именно на таком конкурсе в 2012 году Андрес Загивай, конструктор из Венгрии, кстати, точно так же, как и создатель кубика Рубика, представил свою головоломку Smart Egg. Вам необходимо было при помощи деревянной палочки передвигаться внутри лабиринта, который находился в деревянном яйце. И таким образом, пройдя лабиринт, вы должны были вынуть палочку с обратной стороны. Головоломка действительно интересная, необычная и что-то совершенно новое. Конечно же, ее решили произвести массово, но массово производить деревянную головоломку не очень выгодно, это будет очень дорого, поэтому решили производить пластиковые головоломки, которые называют Smart Egg, и у них огромное количество вариантов, огромное количество уровней сложности, и сегодня мы рассмотрим три таких яйца. Я купил яйцо шестого уровня сложности, одиннадцатого и восемнадцатого. А купить самые интересные головоломки и лучшие кубики Рубика вы можете в крупнейшем в России магазине головоломок cccstore.ru. В этом магазине вы найдете абсолютно все, что связано с тематикой спидкубинга, любые кубики Рубика, аксессуары для кубиков, это смазки, маты, таймеры, множество других интересных головоломок, такие как Megaminx и Pyraminx, Megamorphics и Pyramorphics и множество других интересных головоломок, о которых вы, возможно, даже не слышали. Также магазин гарантирует лучшую цену, быструю доставку, и при каждом заказе вы получаете подарок. Это может быть смазка для кубика, подставка для кубика, кубик-брелок, Mirror Blocks и множество других подарков. Все будет зависеть от вашего заказа, но подарок вы получаете каждому заказу. В описании оставлю ссылку на магазин cccstore, на игру вконтакте, рекомендую пройти и подписаться, потому что там регулярно проводятся розыгрыши, все ссылки будут в описании, проходите, подписывайтесь. А мы перейдем к решению головоломок Smart Egg. Поехали! Я приобрел три головоломки различных уровней сложности. Данное яйцо называется Шут, у него шестой уровень сложности, Дина одиннадцатого уровня сложности, Мумия восемнадцатого уровня сложности. И согласно таблице, которая приведена с обратной стороны, восемнадцатый это как раз-таки максимальный уровень сложности. Самый простой это шестой, средний это одиннадцатый и восемнадцатый самый сложный. Начнем, конечно, с самого простого, с головоломки под названием Шут. В наборе у нас идут яйцо, подставка для этого яйца и палочка для прохождения лабиринта. Яйцо ставится на подставку следующим образом. То есть мы можем вот так поставить, и сюда же можем поместить палочку. Вот так это все выглядит. Интересно то, что яйцо рельефное, это не просто рисунок, это тиснение. То есть у нас внутри оно красное, снаружи синее, блестящее, смотрится очень красиво. Задача головоломки заключается в том, чтобы поместить палочку сверху, пройти через весь лабиринт и вынуть палочку снизу. Перемещаться можно следующим образом. Можно поместить шарик вовнутрь, перемещаться внутри головоломки при помощи шарика, а можно продвинуть палочку, выйти через другое отверстие и перемещаться уже другим шариком. Таким образом мы будем проходить лабиринт. Но давайте засекать время. Возвращаем в исходное положение. Старт. Время пошло. Итак, помещаем палочку сверху. Проходим сюда. Здесь не такая большая вариативность действий. Стоп. 11 секунд. Это яйцо было слишком простым. Ну, в принципе, здесь действительно оно очень простое. Здесь очень мало ходов. То есть сразу понятно, что мы будем заходить, если вот отсюда, дальше тупик. Необходимо продвинуть палочку, вынуть ее с противоположной стороны. То есть получается вот здесь. Потом проходим вот здесь. Передвигаем вот через вот это отверстие на другую сторону. И выходим. То есть это яйцо действительно очень простое. Там никаких секретных ходов внутри практически нет. Но, надеюсь, следующее яйцо будет посложнее. Яйцо под названием Дина. 11 уровня сложности. Визуально данное яйцо нравится мне намного больше, потому что у нас изображены динозавры. У нас сверху точно такое же тиснение. Здесь принты. Снизу тоже тиснение скелета динозавров. Смотрится очень круто. И плюс цвет интересный. Выглядит как шоколадное яйцо из киндера. Подставка у нас точно такого же цвета. А палочка белая. Хотя больше подошел бы вот такой цвет, как на принте. Но давайте решать. Сбрасываем предыдущее время. Сброс. Старт. Время пошло. Итак, заходим сверху. И начинаем движение. Здесь я уже попал в какой-то внутренний лабиринт, потому что внутри, вот в этой области, есть какой-то лабиринт, который я сейчас не вижу. То есть я уже практически вышел. Вот палочка практически выходит, но здесь нацепляется. Значит, надо как-то по-другому проходить. Стоп. Потратил 36 секунд. Оно тоже несложное. Оно тоже очень простое, но намного интереснее уже, потому что здесь есть скрытый лабиринт. Но все-таки, конечно, оно очень простенькое. Давайте попробуем решить яйцо 18 уровня сложности. Надеюсь, оно будет намного сложнее. Очень на это надеюсь. Но, в принципе, даже здесь, если заглянуть, можно увидеть, что там какие-то скрытые лабиринты уже есть. Не в этой области, а вот где-то в этой области, которую мы не видим. Но все равно это яйцо уже поинтереснее, чем предыдущее. Итак, яйцо максимального 18 уровня сложности. Надеюсь, оно будет очень сложным. И, кстати, обратил внимание на то, что у нас говорится, что в этом яйце только один слой, как в предыдущих. Но скоро появятся яйца с двумя слоями. Надеюсь, они будут намного сложнее. Потому что пока предыдущие были очень простенькими. Итак, раскрываем. Визуально яйцо под названием мумия мне не очень нравится, потому что здесь нет никакого тиснения. Принт довольно скучный. Но мне оно понравилось тем, что внутри мы видим все эти основные элементы. Оно очень запутанное внутри. Посмотрите, насколько много отверстий. И насколько у нас много ходов внутри. Вот так это все видно за счет того, что оно светлое. Надо даже, наверное, потемнее немного сделать. Сбрасываем предыдущее время. Сброс, старт. Время пошло. Итак, заходим точно так же сверху. Заходим. И начинаем движение. Так, выходим с этой стороны. И здесь уже появляется очень большая вариативность. Я могу пройти вот сюда. Могу пройти вот сюда. Могу пройти вот сюда. Вот сюда. Так, давайте пройдем вот сюда. Вот здесь мне... Вот единственное, что, кстати, палочка здесь пластиковая. И необходимо обращать внимание на то, что вот здесь она будет натягиваться. Значит, сюда нельзя проходить. Поэтому возвращаем. Так, и палочка может сломаться. И, в принципе, вы можете пасть в тупик, что потом у вас не будет ничего двигаться. Так, проходим сюда туда. И у нас внутри так много ходов. То есть я не знаю, куда мне идти. Может, туда пойти, может, туда пойти. И откуда я пришел, во-первых? Пришел я вот отсюда. Могу пройдем вот сюда, например. Так, я уже близок к выходу. Вот выход. Но наверняка все будет не так просто. Вот так просто выйти не могу. Нужно будет возвращаться куда-нибудь наверх. Так, здесь я точно был, потому что это над входом находится. Значит, здесь я точно был. Возвращаемся обратно. Я уже был наверняка вот в этой плоскости. Вот отсюда я заходил, отсюда выходил. Мне нужно выпасть в другую плоскость. Вот так, перпендикулярно. Потому что в той плоскости я пока еще не был. Значит, нужно как-нибудь аккуратно развернуться. При помощи каких отверстий можно разворачиваться? При помощи тех отверстий, где есть вырезы. Соответственно, необходимо выпасть в то отверстие, где есть вырез. Вот сюда, например. Я сейчас пытаюсь пройти вот сюда как-нибудь. То есть, по идее, вот так напрямую должен как-то пройти. Но пока не могу найти вход, через который это можно сделать. Прошло уже, кстати, 2,5 минуты. Эта головоломка явно сложнее, чем предыдущая. Так, ну мы сейчас возвращаемся к первоначальному виду. Это явно неправильно, потому что я уже недалеко от того места, где я заходил. Поэтому это движение не туда. Окей, пришли сюда. Теперь смотрим. Мне нужно упасть вот в эту плоскость. Сюда, чтобы попасть как-нибудь вот в эту плоскость. Мне здесь вот этот переход нравится. Явно необходимо будет его использовать. Поэтому для того, чтобы сюда попасть, вот сюда, мне нужно как-то вот отсюда пройти. Я вот сюда попал. Отлично. Это уже хорошо. До этого здесь не был. По-моему, если не ошибаюсь. Вот сюда попал. Это тоже неплохо. Вот здесь, кстати, еще не был. Так, мне кажется, уже очень близок к выходу. Да, все, есть. Стоп. 4,5 минуты. Эта головоломка явно сложнее. Но, тем не менее, это максимальный уровень сложности, 18-й. И она была не настолько сложной, чтобы говорить, что да, это прям невозможная головоломка, нереальная, она очень сложная и так далее. Она довольно простенькая. Как для яиц, она сложнее, чем остальные. Но, в принципе, если сравнить с другими головоломками, даже с головоломками от Хана Ямы, самыми простыми, она, в принципе, не такая сложная. Но, тем не менее, повозиться с ней нужно. И я уверен, что, если я второй раз буду ее проходить, я потрачу не намного меньше времени. Потому что каждый раз, когда проходишь все эти ходы, путаешься. И очень тяжело сообразить, в какую сторону необходимо двигаться. Ну, в принципе, какая-то логика есть. То есть, я пытался заходить в те отверстия, которых я еще не был. То есть, я видел, что вот здесь я еще не был. Пытался сюда пройти. Когда я прошел сюда, пытался пройти в то отверстие, где я вот здесь еще не был. И так далее. Но, в принципе, головоломка довольно интересная. И вот сейчас можно увидеть все эти ходы. Их так много. И самое интересное то, что когда вам кажется, что палочка должна без проблем пройти вот через этот угол, она не проходит, потому что внутри какие-то ходы секретные мешают ей пройти. Я даже не представляю, как все это придумали создатели колоболомки. Насколько это сложно все придумать, чтобы у вас палочка двигалась по определенной траектории, чтобы задействовались одни и те же выходы по несколько раз. И, конечно же, после самого сложного яйца эти кажутся всем простенькими. Здесь и близко нет таких ходов, хоть оно и темное, но в принципе видно, что там таких ходов близко нет. И красное, которое максимально простое, здесь вообще ничего внутри нет. Но в целом головоломки мне понравились, потому что это новая механика, это что-то, чего раньше не было. Это лабиринты в совершенно новом виде, так что мне такие головоломки нравятся. И также... И, кстати, если вы хотите, чтобы я заказал все остальные головоломки и сделал про них отдельное видео, напишите об этом в комментариях. Здесь еще довольно много яиц, и было бы интересно, в принципе, все их решить. И посмотреть, действительно ли они расположены по увеличению сложности. Потому что пока я вижу, что действительно это самое простое, это среднее, это максимально сложное. Кстати, на коробке говорится, что есть еще какое-то специальное приложение. Давайте скачаем, может быть, там какие-нибудь дополнительные задания будут. Здесь все эти яйца представлены. Давайте первое начнем. Ну, в принципе, игра полностью отражает то, что мы делаем, когда решаем это яйцо. Единственное, что пока... Пока это только прохождение лабиринта внешне. То есть у нас нет никаких скрытых уровней. Хоть играй простенько, не особо пока интересно, в любом случае это очень круто, когда у вас после решения головоломки появляется еще какое-то приложение на телефоне, которое вы можете решать, таким образом дополняя свои головоломки. Мне это кажется очень крутым. Во всяком случае, я такого не помню. То есть есть приложение специально для кубиков, там для гикеров, для гана, но для головоломки я такого не видел. Так что головоломки получают дополнительные очки за приложение. Подводя итоги по этим головоломкам, могу сказать, что да, конечно же, они довольно простые. Особенно головоломки начальных уровней сложности. Но при этом головоломка 18 уровня сложности уже интересная. Она, конечно же, тоже простая, я решил ее за 4,5 минуты, но тем не менее, здесь какие-то новые механики используются, которые я раньше в головоломках не видел. И также мне нравится то, что производитель выпустил не одно яйцо, а выпускает целую серию яиц. Сейчас будут выпускать новые яйца, где будет два слоя. Скорее всего, у нас шарик будет заходить в один слой, перебегаться как-нибудь по внешней оболочке, потом через отверстие заходить во внутренний слой. Я пока еще не знаю, как это будет выглядеть, но мои предположения такие. Также, конечно же, интересно то, что есть отдельное приложение для телефона. И даже если вы не купили никаких яиц, вы можете просто скачать приложение и играть в приложение. Это тоже интересно, это необычно. И это очень круто, что есть какое-то дополнение к тем головоломкам, которые у вас уже есть. Так что мне головоломки однозначно понравились. Если вы хотите, чтобы я купил все головоломки из этой серии, все головоломки от этого производителя, напишите об этом в комментариях. Я куплю все яйца и сделаю отдельное видео. Также хочу напомнить, что у меня есть инстаграм, ссылка у него есть в описании. Также в описании ссылка на мой второй канал. Там недавно вышло очень интересное видео, где я показывал чехлы для телефона, которые являются также головоломками. Это довольно интересный ролик. Все ссылки будут в описании. Обязательно проходите, подписывайтесь, смотрите видео. И на этом все. Спасибо за рассмотр. Всем пока. Кстати, нет, не пока. Я недавно узнал, что на ютубе очень важно, когда на канал ставят колокольчик. И я даже могу смотреть статистику того, какое количество человек поставило колокольчик на моем канале. Сейчас на моем канале 18% моих подписчиков поставили колокольчик, чтобы их уведомляли о новых роликах. Поэтому, если вы этого еще не сделали, сделайте. И тогда мои ролики точно будут показываться у вас в ленте. Потому что сейчас на ютубе с этим очень сложно все. Поэтому все ссылки в описании. Колокольчик обязательно ставьте. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok